Какие еще титры мы можем создать? Возвращаемся во вкладочку заголовок. Нажимаем и выбираем строку создать заголовок. И здесь выбираем строчку движущиеся титры по умолчанию. Задаем имя нашим титрам и давайте создадим надпись. Выберем для нее стиль, выберем для нее шрифт, отредактируем до нужных размеров. Я сделаю побольше, чтобы вам было хорошо видно. Итак, в чем же особенность этих титров? В данном параметре существует эффект движения. Для того, чтобы увидеть его отображение, нам необходимо его включить. Переходим к значку параметры движущихся титров и нажимаем левой кнопкой мышки. И нам открывается вот такое вот диалоговое окно, в котором мы можем выбрать параметры. Неподвижное вращение, бегущая строка справа, бегущая строка слева. И давайте выберем бегущая строка слева. Далее переходим к параметру хронометраж. И здесь ставим галочку в чекбоксе запустить экран. Нажимаем ОК, закрываем наше окно, переходим в панель проект, выбираем наши титры, перемещаем на монтажный стол и смотрим. И видим, что наша надпись появляется справа и за рамки нашего экрана и доходит до того положения, в котором мы и создавали нашу надпись. Если мы вернемся и поставим галочку в чекбоксе конечный экран, не убирая галочки с параметра запустить экран, то произойдет следующее. Наша надпись будет появляться и за границ экрана, и также двигаться справа налево, но только в этом случае она будет также уходить за область нашего экрана влево. Вот такие вот движущиеся титры. Если мы уберем галочку в чекбоксе запустить экран, то наша надпись уже не будет появляться и за границ экрана, она будет появляться в том положении, в котором мы ее создали, но при просмотре она будет уходить влево за границы нашего экрана. Субтитры создавал DimaTorzok